На ствол посмотрите, елки зеленые, если ствол гниет, при чем тут сушки-то? Нормально ствол. Где он гниет? Он не разрушается, знаешь? Вот, вот, это коричневый, это гниль. Скандал из-за вырубки посадки разразился сегодня утром, когда, по словам местных жителей, рабочие начали спиливать здоровые деревья. Поначалу уничтожали сухостой, а после перешли на живые березы. Стали уточнять, нам разъяснили, что вырубка ведется с целью улучшения. Сказали, что будут убирать только старые и больные деревья. А на факте получилось, что убирают не только больные деревья, а нормальные здоровые лесные насаждения. По словам жителей, посадка ограждала нестеленный пункт от проезжей части. Теперь вся дорожная пыль будет лететь в дома, говорят местные жители. Ведь здесь проходит оживленная трасса. Поток машин не останавливается круглые сутки. Здесь дети гуляют, шум в доме, пыль. Окна лишний раз уже не откроем. На звук работающих пил пришли другие жители поселка. И остановить незаконный, по их мнению, спил деревья все же удалось. По словам подрядчика, который сегодня проводил здесь работы, разрешающие документы у них на руках. Однако предъявить их жителям сегодня рабочие не смогли. Безверсины они, кроны изрежены, листочки уже не в полном объеме на деревьях, потому что происходит усыхание постепенное. Это все результат 2010 года засухи. Поэтому это расстроенные насаждения, даже не насаждения, а единичные деревья нами убираются. И под ними будем распахивать землю для посадки новых саженцев. Несмотря на то, что деревья вновь будут высажены, местных жителей такое решение ситуации не устраивает. Ведь чтобы деревья доросли до таких размеров, должны пройти годы. Андрей Трофимов, Айгуль Незамудинова, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.